Вы постоянно излучаете информацию в квантовое поле и одновременно с этим получаете информацию из квантового поля. Вы — вибрационное существо, постоянно излучающее энергию. Если вы живете одной и той же эмоцией каждый день, а эмоции — это химические последствия прошлого опыта, то вы застреваете в прошлом. Если вы направляете свое внимание на эти эмоции, то куда вы направляете свое внимание, туда вы вкладываете и свою энергию. Чем больше вы сосредотачиваете внимание на своих эмоциях, тем больше энергии вы направляете в прошлое. Поэтому первое правило — если ваша энергия в прошлом, то в будущее ваша энергия не течет, и все остается по-старому. Становится ясно, чтобы изменить свою жизнь и создать поток, вам следует изменить свою энергию. Когда вы постоянно фокусируете свои мысли на определенном результате, вы активируете закон притяжения, притягивая этот опыт в свою реальность. Но чтобы использовать эту силу, вам нужно четко понимать, чего вы на самом деле хотите. Ясность — это ключ к манифестации. Когда ваши намерения неясны или разбросаны, ваши результаты будут столь же неясными и разбросанными. Потратьте время, чтобы поразмышлять о своих самых глубоких желаниях. Будьте конкретны в том, что вы хотите, и запишите это. Когда вы записываете свои мысли на бумаге, вы придаете им форму и энергию, делая их более ощутимыми в квантовом поле. Уточнение ваших намерений не только облегчает вселенной понимание того, чего вы хотите, но и помогает вам выровнять свою энергию с вашими желаниями. Когда вы совершенно ясно понимаете свои цели, ваши мысли, эмоции и действия становятся согласованными с вашими намерениями. Эта согласованность генерирует мощную и сосредоточенную энергию, которая значительно ускоряет процесс манифестации. Когда ваши намерения ясны, вы активируете ретикулярную активирующую систему в вашем мозге. Это сложная сеть нейронов, расположенных в стволе головного мозга и отвечающих за регуляцию внимания, сознания и активности организма. Она действует как фильтр, позволяя только актуальной информации входить в ваше сознательное восприятие, игнорируя ненужный шум. По сути, этот мощный механизм помогает вам замечать возможности, ресурсы и синхронистичности, которые соответствуют вашим желаниям. Когда вы выравниваете свою энергию с вашими намерениями, Вселенная начинает действовать, чтобы приблизить вас к вашим целям. Квантовое поле — это область бесконечных возможностей, где существуют все потенциальные реальности. Направляя свои намерения четко и последовательно, вы начинаете сворачивать эти возможности в вашу физическую реальность. Помните, что Вселенная реагирует на ваши эмоции и убеждения, поэтому выравнивайте свои чувства с вашими желаниями. Визуализируйте и чувствуйте себя уже живущим в реальности, которую вы хотите проявить. Ваши мысли передают информацию в квантовое поле. Именно они влияют на это поле, влияют на информацию в нем. Представьте это как электрический заряд в квантовом поле. Чувства же, которые вы испытываете или выражаете, возвращают вам информацию или опыт. То есть эмоции являются своеобразным магнитным зарядом, который создает то, что называется притяжением. Все притягивается к вам. И сочетание того, как вы думаете и как вы себя ощущаете, передает электромагнитные формы, которые начинают влиять на абсолютно все аспекты вашей жизни. Поэтому для того, чтобы создать желаемое в потоке вашей жизни, вы должны отправить информацию и совместить ее с эмоцией, которую вы испытаете еще до того, как само событие собственно произойдет. Иными словами, если вы сможете принять эмоцию своего будущего до того, как оно появилось, вы начнете течь или создавать встречный вам поток новых событий, новых возможностей, новых обстоятельств, совпадений, синхронистичности, текущих к вам, а не достигаемых вашими усилиями. Эмоции — это топливо, которое разжигает процесс манифестации. Когда вы визуализируете свои желания, убедитесь, что вы вызываете сильные положительные эмоции, как будто вы уже испытываете то, что хотите. Чем интенсивнее и положительнее эмоции, тем быстрее происходит манифестация. Регулярно практикуя это, вы создаете мощное электромагнитное поле, которое действует как магнитная сила, притягивая ваши желания в вашу жизнь. Квантовое поле функционирует вне времени и пространства. Оно реагирует на вибрационные частоты, излучаемые вашими мыслями и эмоциями. Когда вы фокусируетесь на конкретном намерении с сильными положительными эмоциями, вы оставляете этот отпечаток в квантовом поле. Этот отпечаток создает резонанс между вашей энергией и энергией вашей желаемой реальности, тем самым инициируя процесс манифестации. Более того, визуализация — это мощный инструмент для усиления силы ваших намерений. Когда вы ярко представляете себя живущим в желаемой реальности, вы отправляете Вселенной четкое сообщение о том, какой опыт хотите испытать. Визуализация укрепляет нейронные пути, связанные с вашими желаниями, делая их более доступными для вашего подсознания и усиливая вашу веру в возможность проявления. Итак, наши исследования показывают, что когда вы объединяете четкое намерение, то есть четкое видение того, что вы хотите осуществить в своем будущем, и сочетаете это с возвышенным чувством, идущим от всей души, чувством благодарности или вдохновения, чувством радости или свободы, то именно это сочетание ясного намерения и возвышенного чувства начинает передавать новую информацию в квантовое поле. И чем дольше вы сможете ощущать это состояние бытия, тем больше происходит удивительного. Ваше тело будет притягиваться к новому событию или к новому будущему в вашей жизни. Или еще лучше. Это событие начнет течь навстречу вам. И тогда вопрос, который нам нужно задать себе, что мы день за днем передаем в квантовое поле. Потому что характер эмоций, которые вы испытываете, когда реагируете на обстоятельства в вашем мире, это и есть те самые эмоции, которые связаны с вашим прошлым. Это те эмоции, которые являются производными от гормонов стресса. И они буквально опустошают жизненные силы организма. И когда это происходит, электромагнитное поле вокруг тела преобразует его на химическом уровне. Световое поле вокруг тела начинает уменьшаться. Когда это происходит, и вы делаете это вновь и вновь, у вас не остается энергии создавать новое будущее. Не остается энергии для исцеления. Не остается энергии для изобилия или проектирования своего нового предназначения, так как вы истощили жизненные ресурсы своего тела. И тут напрашивается вопрос, что вы передаете в квантовое поле день за днем? Когда мы создаем возвышенное чувство, мы начинаем ощущать связь с чем-то большим. Мы чувствуем, что больше не отделены от наших мечтаний. Эмоционально мы ощущаем себя, как будто они уже осуществились. Та частота, которую вы излучаете, энергия, которая выходит за пределы вашего тела, это и есть магнитный заряд или магнитное поле. Она несет в себе намерения, сообщения, информацию. И именно тут лежит видение вашего будущего в этой энергии. И именно энергия эмоций, которую вы испытываете, побуждает и вдохновляет вас снова творить. И вот тогда, если вы вновь воздействуете на поле своим намерением и начинаете творить достаток и привлечение опыта своим возвышенным чувствам, тогда в вашей жизни будет больше потока. И когда вы в этом совсем преуспеете, ваше состояние бытия, то есть то, как вы думаете и ощущаете себя, полностью подключится к будущему. И когда вы станете поддерживать это измененное состояние ума и тела, независимо от условий вашей среды, независимо от эмоций и старых привычек, связанных с вашим телом, и независимо от времени, вы точно увидите измеримые изменения в своей жизни. И они всегда будут приходить самым неожиданным образом. И приходят они самым неожиданным образом, потому что ожидаемое по сути своей просто не может быть чем-то новым. Они должны быть удивительными, должны разбудить вас, должны застать вас врасплох и доказать вам, что то, что вы сделали внутри себя, произвело результат снаружи. Вот где становится интересно, потому что когда вы сможете соотнести изменения, которые делаете внутри себя, с тем результатом, который вы производите снаружи, вы увидите, чего вы достигли, и вы захотите это повторить.